Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. В первую очередь я отварю стакан риса. Я беру самый доступный из всех полезных сортов риса, пропаренный. Больше всего подходит для тех, кто худеет, так как в нем содержится мало крахмала. Отварю рис до готовности в кипящей подсоленной воде. Рис я буду готовить сливным способом, то есть я беру воды как минимум раз в пять больше, чем риса, чтобы рис свободно варился и чтобы в воду выходило как можно больше крахмала. Таким способом приготовленный рис имеет наименьшую пищевую ценность. Когда рис приготовится, откину его на дуршлаг и промою горячей кипяченой водой. Рис готов, дадим стечь воде и будем продолжать готовить. Куриное филе нарежу кусочками. Нарезанное филе замариную. Добавлю к нему одну чайную ложку паприки, одну чайную ложку сухого чеснока, немного черного молотого перца, посолю по вкусу и добавлю одну столовую ложку растительного масла. Все хорошенько перемешаю. Подготовленное филе убираю в сторону минут на 15, для того, чтобы оно промариновалось. Одну морковку среднего размера нарежу соломкой крупной. В кастрюлю наливаю одну столовую ложку растительного масла и добавляю нарезанную морковь. 50 миллилитров воды и готовлю на небольшом нагреве под закрытой крышкой. Один болгарский перец нарежу некрупной соломкой. После того, как морковь поготовится минут 5, добавляю болгарский перец и готовлю еще 2-3 минуты. По необходимости, если на сковороде становится сухо, добавляю немного воды. Ну, не более 50 миллилитров, для того, чтобы овощи не варились, а томились в собственном соку. Готовлю под закрытой крышкой. Овощи практически готовы. Добавляю к ним одну банку кукурузы консервированной. Можно свежей акварной. Подсаливаю по вкусу слегка и перемешиваю. Пришло время добавлять к овощам рис. Вот такой вот замечательный гарнир получается. И полезный, и вкусный. Рис готов. Очень удачный и вкусный. А теперь приготовлю куриную грудку. Сковороду разогреваю. И в разогретую сковороду выкладываю куриное филе, которое уже замариновалось. Готовлю минут пять. Периодически помешиваю, чтобы курица схватилась со всех сторон. Вся курочка прихватилась со всех сторон. Теперь можно добавить лук. С луком готовлю еще минуты две под закрытой крышкой. Паприку я использую с дымком. И идет такой вот приятный аромат. Затем добавляю воды 150 миллилитров. Одну столовую ложку томатной пасты. И один крупный помидор. Все перемешиваю и буду готовить под крышкой минут пять. Прошло еще пять минут. Все готово. Готово. Теперь посыпаю сухим базиликом. Одной чайной ложкой. Выключаю. Дам постоять минут пять. Настояться. И будем подавать. Красота. Пришло время подавать. У меня получился вот такой вот рис. Ароматный, с насыщенным вкусом. Очень интересный. Пищевая ценность такого риса, такого гарнира 99 килокалорий на 100 грамм. И куриное филе в таком луковом соусе. В луково-томатном. Куриная грудка получилась сочная, очень вкусная. И в прекрасном соусе. Пищевая ценность такой куриной грудки 94 килокалории на 100 грамм. В общем, всё более чем замечательно. Вот такой обед понравится, я думаю, каждому. Не только вкусно, но и полезно. С такими вкусными блюдами можно избавиться от лишних килограмм. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Желаю всем мира и добра.